Александр Сергеевич Грибоедов. Горе от ума. Комедия. Начало 19 века. Россия. После нескольких лет отсутствия из-за границы возвращается молодой дворянин Чацкий. Он интеллектуал, образован, начитан. Его блестящая речь точна, остроумна, афористична. Он путешествовал и видел мир. Его кругозор широк. Он полон новых идей, свободен и независим. Характер сложный и противоречивый. Летит на крыльях на родину. Мечтает о встрече со своей любимой Софьей. Но что ждет Чацкого в России? Холодный прием Софьи. Софья – богатая, умная, решительная девушка. Она выделяется из своего окружения. Но воспитание, сентиментальность и неразборчивость в людях не позволяют ей вырваться из привычного общества. Она не может понять до конца Чацкого и делает свой выбор в пользу ограниченного и подлого Молчалина. Перед нами несколько любовных треугольников. Чацкий – Софья Молчалин. Софья – Молчалин Лиза. Лиза – Петруша Софья и другие. Какие? Тайны, обманы и интриги. Где же настоящая любовь? Комично и трагично одновременно. А что же общество? Какой прием оно устроило умному Чацкому? Каким людям он вернулся? Чацкий вернулся в век минувший. Фамусов – отец Софьи – ограниченный человек, который восхваляет старые порядки. Век минувший. Не видит в них пророков. И ругает нынешний век. Ему вторят такие же персонажи. Скалозу, Хлёстово, Загорецкий, Репетилов – люди недалекого ума. Они всю жизнь прожили в своем привычном шкафчике, не выходили за пределы своего мирка, считают его идеальным и отвергают все новое. Чацкий пугает их своим вольнодумием, наводит на них ужас. Он обличает старые порядки и пороки. Крепостничество, взяточничество, лесть, карьеризм. Произносит пламенные речи, критикует и высказывает резкие суждения обо всех. Его ум входит в конфликт с обществом ограниченных людей. Чацкий не вписывается в их круг. И что же делает общество? Танцует на балу. Подхватывает случайную фразу Софии. Распускает сплетни и ставит Чацкому диагноз. Безумный, сумасшедший. Эти люди рассуждают о причинах сумасшествия Чацкого. Выдвигают разные версии. Возможно, это гены. Ведь матушка с ума сходила восемь раз. А может быть, пристрастие к вину? И, наконец, находят ответ. Учение. Вот чума. Ученость. Вот причина. А вот и рецепт от этой чумы. Закрыть все лицеи, школы, университеты. Собрать все книги бы и сжечь. Тем временем Чацкий терзается в мыслях от внешних и внутренних противоречий. Миллион терзаний. Его ум с сердцем не влодух. Он пытается что-то доказать этому окружению. Попусту тратит силы ума. Мечет бисер перед недостойными людьми. Его не слышат. Их много, он один. Чем больше он думает, тем тяжелее становится ему. Умножающий познание умножает скорбь. Чацкий не может обрести счастье, потому что не в силах изменить существующие порядки. Драма умного человека в России. Вот оно. Горе от ума. КОНЕЦ КОНЕЦ